Живая струна Добрый вечер, дорогие друзья! Александра вернулась после отпуска, и если вы смотрите видеотрансляцию программы на сайте Радио Шансон, или, может быть, в ваших телевизорах с пакетом, с функцией Smart TV в пакете Bonus TV, вы можете понять, кто из нас был в отпуске. Вот, но, тем не менее, Сашенька вернулась, и мы всем экипажем программы «Живая струна» приветствуем нашего сегодняшнего очень летнего гостя. Спасибо, Рома. Я вот, кстати, думала не признаваться в этом, но теперь уже скажу. Не догуляла свой отпуск, раньше времени вышло, потому что не могла себе позволить пропустить сегодняшнюю программу именно из-за нашего гостя. Сегодня у нас очень много любви будет, именно это чувство в его песнях постоянно присутствует. Он сам излучает, и сейчас уже глубоко вздыхает даже. Много романтики. Ну, и фамилия у него тоже говорящая у нас в гостях. Сергей Любавин. Здравствуй, Сережа. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно так представили. Я покраснел чуть-чуть, да? Ничего. Вот, очень приятно всегда находиться в этой уютной студии, в обществе, в общем-то, таких родных уже за столько лет ставших людей, со своими музыкантами. Здесь у нас такой сейшн будет небольшой. В общем, все, как всегда, на живой струне. Много позитива, много хорошей лирической музыки и много эмоций положительных в эфир радиошансон. Спасибо. Спасибо. Вот такой анонс прозвучал. Лето для тебя уже связано с каким-то отдыхом или еще как-то планируешь там когда-нибудь что-нибудь? Так получается, Ром, что лето у нас, оно вроде как бы и работы поменьше, потому что, ну, летние отпуска там что-то, но это самый горячий на самом деле сезон, потому что это подготовка к следующему осеннему сезону. Набираешь все силы. То есть это, да, это запись каких-то песен. Сейчас у нас очень большая программа планируется. Это 120 лет, юбилей будет Есенина, мы готовим большую программу. Это юбилейные два концерта в следующем году. Это в Москве, в Крокусе, в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский». Вот это какие-то новые вещи, которые нужно уже сделать сейчас, чтобы осенью они, обкатать их немножко, чтобы осенью уже уважаемые публики их представить. В общем-то, вот вся вот эта работа, она и составляет то, что называется у нас отдых. Мы обязательно поговорим о всех твоих проектах и новых работах, которые ты планируешь, но все-таки отдохнуть-то когда-то надо артисту? Ну, мы отдыхаем, вот так вот, как граф Орлов говорил, мешая дело с бездельем. Хотим попробовать в этом году с августа месяца наше сочинское побережье. Посмотрим, предложили нам, сделали предложение очень хорошее. Это вот Анапа, Геленджик, Лазаревская. Ты сейчас опять о концертах говоришь. Да, да, да. А у нас не получается. А после концертов можно к нам. А вот и отдых, кусочек до следующего концерта. Вы что, так что просто праздно отдыхать где-то, лежать как рыба на песке, мы не можем себе позволить. Мы не любим это. У нас и программа, знаешь, тоже не праздная. У нас вот разговор-разговор, потом надо работать, песню петь. Мы сейчас с удовольствием готовы послушать тебя. Дай-ка нам бессонницу, Сергей. Это новая песня, да, с нового альбома, с новой программой бессонница для вас. Слушаем. Дай-ка нам бессонницу. Засыпанная снегом Москва, а в Петербурге дождь и туман. И капельки воды на ресницах застывают снежинки. Плани я судьбы или обман? Я вечно где-то здесь, а ты там. И не хватает времени и силы отогреть эти льдинки. Ты ведь просто моя, королева-бессонница. Ты ведь просто моя, королева-бессонница. Ты ведь просто моя, королева-бессонница. В глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. Ты ведь просто моя, королева-бессонница. Королева-бессонница. Королева-бессонница, в глубину твоих глаз мне не надо смотреть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. Исцелованная под дождями бессонница. Мне б с тобой до утра от любви умереть. И снова программа «Живая струна». У нас сегодня в гостях Сергей Любавин. Только что прозвучала песня «Бессонница». Спасибо тебе большое, Серёж, за премьеру в нашем эфире. У меня вопрос вот такой. Как ты спасаешься от бессонницы? Если она, конечно, случается в твоей жизни. Творческий человек всё-таки. Ну, спасаюсь по-разному. Такой вопрос неожиданный, на самом деле. А как ты хотел? Живая струна? Ну, начнём с того, что я ей не страдаю. А в принципе, я считаю так, что спасаться от неё не нужно. Нужно идти к ней навстречу. Вот и всё. То есть как? Вот она пришла, ты не спишь, а потом уже в сон начинает клонить, а ты говоришь, нет, сон, уходи. Приди опять, бессонница. Конечно. Ну, по-хорошему, по-большому счёту, все творческие люди — это, как правило, совы. Ну, что тут скрывать? Жизнь такая. На самом деле, да. И жизнь подсказывает то, что не нужно обманывать свой организм. Если спать не хочется, если пришла вот такая прекрасная женщина, бессонница, не нужно её гнать, и пусть она будет рядом, побудет немножко. А поспать мы всегда успеем. Женщин вообще не надо гнать. Вот от себя я добавляю такое пожелание. Александр, я абсолютно согласен с этим. Оставь последний танец для меня. Серёж, это в Украине альбом, который вышел вот в 2015 году. Это одноимённая программа. Мы её презентовали в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», и прокатили по Белоруссии. В Белоруссии брали самую большую площадку, там, Дворец Республики, вот, в Минске. И, в принципе, она, в двух словах буквально, она характеризуется тем, что помимо вот этих красивых лирических песен с симфонизмом, с симфоническим оркестром, с большим количеством бэков, то есть мы ввели в наш репертуар какую-то часть песен, как, условно говоря, быстрых, таких ритмичных. И у нас в Питере народ с удовольствием зажигал под эти песни, и мы поняли, что мы не ошиблись. Просто, видимо, большой концерт, он три часа идёт, два отделения, и людям нужно какой-то выбирать такой кусочек, мы так решили, 20-30 минут, чтобы они могли просто встать, ну, кто хочет, и подвигаться просто. Размять косточки. Размять косточки, послушать вот эту ритмичную красивую музыку, и потом опять сесть и наслаждаться дальше. Музыканты тоже танцуют? Судя по физической форме, как раз они могли бы это делать? Они танцуют, я у них учусь всяким патом каким-то новым. У тебя, кстати, обновлённый состав музыкантов. Представь нам, ребят, пожалуйста. Вот, пожалуйста, Иван Лучевский, это наш гитарист, это классический гитарист. У него, если вы можете обратить внимание, наша камера, и электрогитара, и акустическая гитара, нейлоновые струны, вот, и он владеет... Чуть-чуть, чуть-чуть по стрункам сделайте. Живой звук. Да, владеет тем и тем инструментом, прекрасно справляется. Андрей Григорьев, это вообще-то, вообще человек от бога, талант, пианист великолепный, великолепный аранжировщик. Андрей, докажите немножко так вот, чуть-чуть, чуть-чуть, на фортепиано. Вечерняя программа у нас, Александр, я теперь... Вот теперь красный диван наш в тело. Да, Наталья Липовцева, это аккордеонистка, бэк-вокалистка, вот, и прекрасный человек, прекрасный музыкант, вообще красивая девчонка, и все эпитеты, которые... Они только в плюс, потому что человек работает над собой, человек стремится как-то повысить свой уровень. Вот это главное именно в молодых музыкантах, я просто замечаю. Вот у меня и старый состав там был, это самое. Ну, я, слава богу, я с ребятами очень хорошо, и до сих пор во взаимоотношениях хороших даже те, кто ушли. Но я просто смотрю, если человек растет музыкант, он как-то старается что-то привнести в коллектив. Это всегда вот меня радует лично. То есть какой-то экзамен есть, да? Как прошел год, а ну-ка покажи. Да, Юля Березина вот спряталась от певца сзади, саксофонистка наша, бэк-вокалистка. Человек пришел не очень давно в коллектив, ну, прекрасно влился. Человек хорошо поет, помимо того, что играет на саксофоне. Вот, на саксофоне вообще владеет. Ее основной инструмент вообще труба. Она трубачка по своему образованию музыкальному. Вот, и играет и на том, и на этом инструменте. То есть, ну, замечательный музыкант. И очень хорошо, помимо того, что играет на инструментах, она еще просто замечательная, красивая девушка. Очень хорошо смотрится на сцене. Что на эстраде немаловажно, как вы сами понимаете. И Николай Силаустев, это человек-легенда, уже практически в нашем коллективе. Потому что звукорежиссер относительно, относительно недавно тоже у нас работает, но, тем не менее, уже все основные вопросы по звуку заставил меня одеть вот эти американские нейры, заливки вот эти вот модные. Сейчас вот мы меняем микро... В ногу с технологиями. В ногу с технологиями он не разрешает мне работать. Вот какие-то старые микрофоны. И я очень рад, что у нас от концерта к концерту как бы звук становится все лучше и лучше. Вот это тоже очень приятно. И очень немаловажно для коллектива в целом. И я вижу, что мы... Ну, так это бывает. У музыкантов поменяли ни одного звукорежиссера. И были постоянно проблемы. Музыканты кто-то недоволен, кто-то кому-то что-то мало, кого-то много наоборот. Вот этот случай как раз тот, что человек на своем месте, всех устраивает, все довольны. Всегда саундчек у нас проходит в такой творческой обстановке, не в нервной, не в напряженной. Вот это очень радует. И люди за кадром, они там сидят, их там... Много. Все 54 человека, мы их не будем говорить, о них мы будем слушать музыку. Это Вера Парамонова, это Миша Лавров, наш директор, это Лена Дидова, наш продюсер. И много-много людей, которые нас любят. И мы их любим тоже. Воспоминания. Воспоминания — это романс на стихи Елены Ярошенко. И смысл в том, что... Я очень полюбил эту песню, потому что такая судьба у нее. Мне человек прислал фонограмму этой песни с демо-записью очень давно. Прислал где-то года полтора-два, может быть, назад под псевдонимом Милания. И я прослушал и все, и как-то положил это. А потом вернулся к этой песне и на самом деле вдумался в то, о чем в ней поется. Это о жизни двух людей, которые прошли бок о бок рядом всю долгую жизнь. Но они не говорили друг другу какие-то теплые слова. Просто жили. И когда один человек ушел, второй идет по опустевшему ночному городу и вспоминает, думает, ну что же я, дурак, не говорил своему любимому, своей любимой о том, как я ее любил. И сейчас ее со мной нет, я один, и нужно было это делать каждый день как можно чаще. Романс «Воспоминания». Засыпает на руках Вечер затихает в облаках Ветер улетает в дальний край Птица память прячет нашей любви и страницы Сколько лет мне снится один и тот же сон Сколько лет подряд слышу я Так близко Каждый вдох и голос такой родной Но время не может остановиться там Где небо с землей встречались с нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось Вновь перебороть усталость За музыкой эр подняться Стать мелодией облаков Застывают на часах стрелки И минутами не бьют Нет Как в немом кино Черно-белой лентой Пробегают наши воспоминания На застывший город ложится Первый снег Заметает улицы А мне все не спится Время мое сердце скопало льдом Память прячет нашей любви И страницы там Где небо с землей встречались с нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось Вновь перебороть усталость За музыкой эр подняться Стать мелодией облаков Там, где небо с землей встречались с нас Звезды с луной венчали ад Радости до печали Лишь пара несказанных слов Все, что нам сейчас осталось Вновь перебороть усталость За музыкой эр подняться Стать мелодией облаков Программа «Живая струна» украшает вечерний эфир летнего шансона Сегодня в гостях у нас Сергей Любавин И потрясающий его музыкальный коллектив Сережа, детство литературу сопровождает Ее очень много в жизни твоей, правда? Начнем с того, что твой папа был писателем Петр Павлович Дедов Извини, пожалуйста Да, он был журналистом долгое время И потом стал членом Союза писателей И здесь в Москве у него книги выходили И потом уже в конце жизни Стал лауреатом Шолоховской премии Почетным академиком Петровской академии наук Санкт-Петербурга Ну, в общем-то, оценили по заслугам То есть, ну, говорят Сейчас написали в газете, что Распутин был В Красноярском крае Белов был в Вологде А Дедов был в Новосибирске Вот, к сожалению, с этой маленькой поправкой Потому что его сейчас с нами нет Уже пошел второй год Очень печально, но творчество его И книги его живут Мы очень ждем, когда на твоем сайте Заработает раздел «Мой отец», Которому предполагается как раз появление произведений Не хочется просто вот какими-то частями Все это самое Хочется сразу же так, чтобы человек зашел И ознакомился уже, ну, как целиком Так вот, папа у нас писатель И маленький Сережа с детства, с пяти лет Уже Пушкина под диктовку набирает На машинке печатной Не, не Пушкина, Саша А кого? Так, подождите, а кого? Нет, он не Пушкина Себя набирает Я печатал рассказ Свой Свой А поскольку у него был стул такой У меня, ну, батя такой здоровый Был за сто килограмм И он был высокий И он подкладывал тома Пушкина И я на них сидел А, на Пушкине? Извините, вот здесь, да? На Пушкине просто приходило вдохновение Вот, поэтому Это было такое Да ты помнишь свой рассказ в пять лет Который был написан? Или что это? Или сразу стихи лились? Не, я помню рассказ Ужасный, на самом деле, рассказ Страшный? Ну, нет, ну, такой Эмоциональный очень Ну, такой Ну, про что там был рассказ? Про машинку, цветочек Про птичку Про птичку, которая Назывался он Горехвостка Птичка, которая прилетала К нам На дачу И Горехвостка, почему? Когда она крыльями махала Я не знаю, есть здесь В средней полосе такие птички Может быть, есть тоже У нее как бы Загоралось Красного цвета По-моему, под крылки И вот, когда она машет крыльями Эта птичка Такое, как будто Вот, хвост у нее горит Красным Самолет, сигнальные огни Пламенем, да Сигнальные огни такие И вот про нее Я написал целый рассказ Такой эссе Вот, и ходил гордый Но такой рассказ Не удался, по-моему Слушай, очень интересно Рассказываешь Мы об с удовольствием Почитали Так вот, я начала говорить о том Что очень много литературы В твоей жизни И смею предположить Наверное, любовь к поэзии В том числе Папой была привита Или нет? Или ты сам? Это, в первую очередь Родители У меня мама Учитель русской литературы Всю жизнь занималась И помогала отцу Ольга Григорьевна Да, до последних дней Вот Но вопрос в том, что Я так считаю Я просто вижу И по своему ребенку Это дело такое Это дается или не дается Потому что Кто-то любит книжки читать А кто-то не любит И хотя Тот, кто не любит книжки читать Его никогда не назовешь Пообщавшись с каким-то Глупым человеком Или это Он черпает информацию Как и из других источников Не обязательно любить книжку И быть там Знаете, как говорят Ученых много Умных мало Вот И потому люди Кто-то зрительно черпает Эту информацию Кто-то Каким-то другим По ощущению Вот играет на гитаре Человек И ему Вот эта божественность Слова Музыки Стиха Она приходит в струнах Вот И поэтому Тут у всех по-разному Ну до Есенина Когда ты дорос? Дорос до Есенина? Да Я его уже перерос Он по-моему Метр семьдесят С чем-то был Там это самое Хорошо Да, шутка такая Вопрос в том, что Я всегда очень трепетно Относился Не только к Есенину А вообще вот К этой плеяде Русских поэтов Вы знаете, что Я вот такой факт Откопал, что Знаете такую песню Там Войду я к Милой В терем Я брошусь В ноги к ней Была бы только Живет моя отрада Живет моя отрада А это, кажется, друг Есенина Александр Кусиков Написал эту песню Которую все время С гитарой Как вроде пажа За ним Как бы это самое А на самом деле Из фэн-клуба Из фэн-клуба, да Он написал такую песню Которая стала легендарной Вошла в народ Стала народной Вот И какие-то такие Интересные факты Ну ты когда понял Для себя Что вот Есенин Это твой поэт Давайте мы сделаем Вот что Мы послушаем песню А потом уже Сережа ответит на этот вопрос Давайте, да Тем более песня такая летняя И у нас эфир летний Сейчас очень жарко И в Москве И за ее пределами Песня называется Мы любим море Я даже такой небольшой имидж Подготовил Одену очки Такой, чтобы в образ войти В образ И попробуем это сделать Немножко диджеем Сейчас будешь В наушниках В очках Нормально Хорошо, слушаем Прости, прощай Уходит белый лайнер В море В дальнее плаванье Ах, сколько дам Там ослепительных Ярких женщин Стоят на палубе И сколько взглядов Влюбленных не зря Встречает молодой Капитан корабля Но его сердце Принадлежит лишь тебе одной Соленый гуд Случайный твой ночной Поцелуй на таинственной Палубе О, никогда Ты слышишь Не отпускай меня От себя Пожалуйста Я так скучал Так скучала ты И море вдруг Исполнила наши мечты Мы любим море Нас любит море Как любишь ты Чтобы вам в любви Хоть раз повезло Веселитесь Люди Медом на зло Чтобы вам в любви Хоть раз повезло Веселитесь От души Ну как дела? Я как пиратский Бригад Паруса Сложил Снова На мели А ты идешь Такая вся Прекраснее Чем сама Анжелина Джоли И я на фото Твои глаза Целую Как отшельник Свообраза Пою И вспоминаю Тебя О, любовь Моя Уйду от дел Хочу увидеть Хоть раз Аргентину Верону И Малагу Сойду с ума От прекрасных тел Танцующих мамбу На верхней полубе Я так скучала Так скучала Ты И море вдруг Исполнила Наши мечты Мы любим море Нас любит море Как любишь ты Я так скучала Так скучала Ты И море вдруг Исполнила Наши мечты Мы любим море Нас любит море Как любишь ты Мы любим море, нас любит море Как любишь ты Шансон мы любим, мы любим море Как любишь ты Мы любим море, как любишь его Ты Ну все, на этом программу надо завершать, мне кажется, и рвать на море. А как можно продолжать? Дорогие друзья, море прекрасной музыки сегодня дарит Сергей Любавин в программе «Живая струна». В этой песне есть какая-то история? Есть история небольшая, просто слова написал я, а музыка — это, на самом деле, очень достаточно древняя, даже можно сказать, песня. Это 50-е годы прошлого века, негритянская группа The Drifters, вот они впервые исполнили эту песню в прямом эфире, и сейчас ее параллельно исполняет такой певец, очень популярный сейчас в Европе, Майкл Баббл или Майкл Бублик, как его называют. Михаил Бублик. Михаил Бублик, да. Как они там называют его? Да, как они называют его, они его называют Миша, вот, а мы его называем Майкл. Вот, это замечательный певец, канадский, очень хороший, и, в принципе, я очень рад, что сейчас эта песня звучит на русском языке и в прямом эфире «Радио Шансон». Ну, эта песня, наверное, точно не войдет в концерт, посвященный Сергею Юсенину. Мы планируем концерт, который будет посвящен Сергею Юсенину, сделать следующим образом. То есть мы, может быть, не будем все три часа делать такую тематическую, такую большую... Вечер посвященный. Вечер посвященный. Нет, это нам нужно какое-то другое, может быть... Мы сделаем одно отделение, первое. Но сделаем его вот таким образом, чтобы это полностью было и стихи, и какие-то редкие факты из жизни, и какие-то интересные, может быть, зарисовки. Как-то все это обыграем. И самые лучшие... Давай скажем, где и когда. Это «Золотое кольцо», это 3 октября, как раз день рождения Есенина. В день рождения, прям в 120 лет, в «Золотом кольце» у Надежды Кадышевой состоится этот концерт, и я всех приглашаю. Я думаю, что придумаю что-то интересное, ну, тем более сама дата, она располагает к этому. 120 лет все-таки не каждый отмечает, и будут ли наши 120-летия отмечать, но вот мы Есенина отмечаем все вместе. Но у тебя-то тоже юбилей, но в следующем году. Да, мне 30, вот. Да, 30. Поэтому мы с Ромой уже... На сцене. Мы на эту тему говорили. Мне 30-25 лет на эстраде, когда же я жил. И на самом деле... Это будет опять какая-то серьезная концертная программа. Это серьезная концертная программа, которую меньше всего мне бы хотелось сделать серьезной. Мне бы хотелось сделать такую программу, чтобы достаточно высокого уровня, но чтобы пришли люди, которые именно любят вот этот жанр, такие песни, такое искусство. И они бы сделали от души что-то, вот мои гости, мои музыканты, мы сделали бы что-то такое от души, что-то веселое, и чтобы, самое главное, та аудитория, которая будет сидеть в зале, ее бы это захватило, ей бы это безумно нравилось. И мы бы вместе с ней зажгли, и как-то вот... Ну, я не люблю слово юбилей. Это вот такое какое-то гонетущее какое-то слово такое опасное. Мы с Ромой уже говорили. Он мне сказал, что мне 30, а я сказал, что ему 25. Как минимум. Потому что у каждого же есть свой биологический... Саша, тебе 10, подожди. Это самое... У каждого человека есть свой биологический возраст. И насколько человек себя чувствует, это же так же и должно быть в жизни. Потому что, ну, мало ли, идет время, кому там сколько лет исполняется. Мы знаем разные. Кто-то живет до 120, а кто-то... Ну, тебе никто не даст твои 75, которые исполняются. Так что не переживай. Я дам сдачи, да, и все. Ну, это спорт, да, Сереж? Вот просто для тех, кто смотрит и видит тебя в потрясающей форме, это спорт. Секрет вечной молодости. Спорт правильно пишет. Ну, не только спорт, на самом деле. Ну, в принципе, я мог бы сказать, что я каждый день занимаюсь на гастролях. Ты скажи, как есть. Я встаю на гастролях, я выхожу из гостиницы, бегу 10 километров вокруг. Со штангой в руках. Со штангой в руках. Потом прихожу, отжимаюсь там это самое. Ну, нет, это, конечно, это неправда. По большому счету, раньше я занимался когда-то спортом. Сейчас просто, и с Ромой мы об этом говорили, я убежден, просто это моя теория, что если ты с позитивом смотришь на жизнь, относишься к жизни, если ты к каждому человеку, который к тебе подходит, искренне желаешь что-то хорошее, у тебя дает космос тебе сверху, Господь, дает какие-то силы и какие-то чувства, которые неизведанные. Но если ты что-то затаил, у тебя какая-то чернота внутри, ты начинаешь кому-то завидовать, это все приходит к тебе с болезнями, с какими-то разочарованиями, со страхами. Вот этого не нужно делать. И вот в чем, в общем-то, секрет. Сергею Любовину 30 лет в следующем году, но отдыху уже очень много лет, его называют Сергей Петрович. Сереж, ну тебе самому это правда очень нравится? Меня во дворе звали Сергею Петровичу. С детства. Просто очень красивое сочетание имени и отчества. Конечно. Сергей Петрович называют окружение, поклонники. Я вру, не звали Сергея Петровича, назвали Петрович. Я выходился-то, знаете, как раньше, во двор выходишь, 8 или 9 лет, булка, намазанная маслом, такой, выходишь во двор. Но не все так выходили, Сережа. Дай укусить. Вот как-то так. Давал Петрович? Конечно, конечно. То есть ты очень щедрый парень? Я не то, что, как бы, я и щедрый, я и могу и наругать, я могу и оплеуху дать, если человек неправ. Ну, такой. Петрович, не надо оплевухи, надо песню. Если надо песню, то как раз... Старый друг. Пойдет, да. Это очень песня, я ее очень сильно пережил, я ее до сих пор доделываю. Эта песня во многом автобиографична. Вот, и очень сложно мне о ней говорить, потому что тоже, как бы, ну, вот, как бы такая ситуация из моей жизни, то, что называется. И очень, как бы, ко мне уже подходили на концертах люди, где я исполел, говорят, тут новая песня. Подходит мужчина, говорит, у меня вот в жизни такая же, как бы, случилась ситуация, вот что там, как и что, что делать в этом случае, что, ну, у меня рецептов нет, у меня, я могу только спеть. Сереж, это твои слова. И музыка, и слова. И музыка, и слова. Старый друг в эфире. Мне однажды вот так повезло, Встретил друга и беда назло, Десять лет подставляя плечо, И с боя несли друг друга. Старый друг лучше новых разлук, Старый друг — это замкнутый круг, Круглосуточно замкнутый круг И верного сердцу стук. Будет в жизни радость и боль, Будет масса плохих новостей, Только ты никогда, Никогда не забывай друзей. Дружба — это почти что судьба, Сильных душ, Одиноких борьба. Дружба — это почти приговор, Пожизненный срок, Почти что. Только вместо вот этих сроков, Люди знают, как в стае волков, Самых преданных бьют посильней, И как предают друзей. Будет в жизни радость и боль, Будет масса плохих новостей, Только ты никогда, никогда Не предавай друзей. Только ты никогда, никогда Не предавай друзей. Как в костре умирает огонь, Наша дружба, как загнанный конь, Под устав. А может, как сон, Просто как сон, Казалось, Пристрелить, да вот только едва, Ходит в гости худая молва, Я ушел, а она на весь срок, Вместе с тобой осталась. Будет в жизни радость и боль, Будет масса плохих новостей, Только ты никогда, никогда Не забывай друзей. Только ты никогда, никогда Не забывай друзей. Друзья, продолжается программа «Живая струна», и я предлагаю сейчас Посмотреть на те вопросы, Которые пришли на сайт радиошансон Огромное количество сообщений Для тебя, Сережа, Слов признания, любви, восхищения, Прости уж, пожалуйста, не обижайся, Мы все это зачитывать, конечно, не будем, Хочется, потому что задать тебе побольше вопросов, А все признания передадим. Но вот вопросы некоторые зададим. Елена из Москвы, например, Конечно, благодарит тебя за все, Очень любит песни, Потрясающий концерт был в БКЗ, Космос, очень понравилось, Теплая атмосфера, Все самым-самым просто удивительным образом Произвело впечатление. А вот теперь вопрос. Если бы вам в руки попал Какой-нибудь волшебный предмет, Способный исполнить три желания, Например, золотая рыбка, Что бы вы пожелали? Лично для себя Вариант «Мир во всем мире» Не принимается. Молодец, Елена из Москвы. Три желания, что ли? Да. Ничего себе. Ну, мира не во всем мире, А я желаю очень хороших ощущений в будущем И хорошей ситуации у нас в стране, в России. Я желаю, чтобы наша страна процветала И чтобы она была уважаема во всем мире И чтобы другие страны только тянулись к ней И мы же знаем из истории в России Россия никогда никого не шла ни к кому С мечом, с топором, с другими колющими, режущими. Она всегда вкладывала только в те Якобы завоевываемые ей страны и континенты Она всегда только вкладывала деньги, ресурс, Строила города. И вот этого я желаю своей стране. Себе-то что-нибудь осталось два желания для себя. Второе желание — это все люди, которые меня окружают, Которые ходят на мои концерты. Ну, так уже будем, если уж эгоистично. Сужать круг. Да, сужать круг. Я им всем желаю здоровья крепкого, Желаю позитивных эмоций, И чтобы все у них в жизни было хорошо. Вот. И третье желание, ну, сложно такое, Так вот сказать сразу, Чтобы Господь не оставил эту землю. Вот именно своим пониманием, Своим чаянием, своей душой Он был всегда вот с нами. И мы это чувствовали, земляне, Тогда будет все хорошо. Спасибо. Несколько, позвольте, вопросов коротких, Сереж, И давай короткий ответ, Потому что время у нас бежит. Карина Соловьева спрашивает, Есть ли фильм черно-белый или цветной? В зависимости от настроения. Есть ли лад минор или мажор? Минор. Есть ли город Санкт-Петербург или Венеция? Санкт-Петербург. Есть ли песня королева или бессонница? Если песня, то не написано еще. А совместимы ли понятия честности и порядочность в шоу-бизнесе, В частности, в российском? Я думаю, что не надо совмещать или не совмещать понятия, Надо всегда оставаться просто человеком. И тогда все понятия будут, они, ну, выстроены. Клипы когда будут? Клипы, наверное, будут. Я не хочу забегать просто и опережать события. Обязательно вы первые узнаете. Ольга Грибушина интересуется, Хотелось бы поинтересоваться, Сергей, Как у охотника, рыболова и так далее. Что, интересно, вот так далее подразумевается. Какой значимый трофей у тебя в коллекции? Хорошее настроение и побед, побед, побед. Ну, с определенного возраста я вообще ни в кого не стреляю. И, ну, как бы, мне это неприятно уже очень давно. А до этого определенного возраста в девчонок из рогатки стрелял? Нет, в девчонок вообще не стрелял я это. Охотился и у нас в Сибири, и крупный зверь, но сейчас нет. А сейчас рыбалка, и из трофеев, из последних, озеро Онега. И мы поймали, почему-то они, онежские рыбаки и карельские, Они называют эту рыбу лосось. Хотя это вот форель, большая, огромная такая форель. Они называют это лосось или лосось, но они говорят лосось. И вот огромная вот эта рыбина, килограмм 12, наверное. Ну, может быть, не самая большая, которая там водится. Но очень приятно было этот трофей получить. Тем более, что мы, когда выехали, ну, выплыли, вышли, вышли, вернее, вот так правильно будет сказать, вышли на рыбалку. Был сильный шторм, и всех укачало так, что просто невозможно было. Мы хотели уже поворачивать, потому что все уже не до рыбалки было. Все там кто-то... Но, тем не менее, клюнула вот эта рыба, мы ее поймали. Вот. И вот такой трофей очень серьезный. Я вот, в принципе, иногда рыбалкой балуюсь. Ты помнишь свое самое первое признание в любви? Первое признание в любви? Да, твое. Я же рассказывал уже Роману. Опять, что вы, я так понимаю, вы часто встречаетесь и рассказываете? Нет, у нас запись была просто передача сегодня, и он задавал вот такие смежные вопросы. Это, на самом деле, смешной случай. И это признание было... Это дело происходило недалеко от Новосибирска. Был районный центр. И девушка жила в своем доме. Ну, у нее свой дом. И очень славящаяся своей злостью собака. Там какая-то кавказец у нее или кто. И она в округе всех там просто отваживала от этой девушки. И вот я подумал, что мне эта собака. Я с гитарой приду, на лавочку сяду, да и все. И когда я начал петь что-то из Юрия Антонова, там, гляжусь, как зеркало, эта собака завыла так. Она раза в три громче. Я понял, что дебют провалился. Признание. Вот и ушел несолоно хлебавший. Ну, вот такой случай был. Ну, то есть она даже ничего и не слышала. Ну, там собака у них центральная певица, поэтому... Так, подожди, ну хорошо. Ну, а вторая попытка была совершена какая-то? Вторая попытка... Ну, там уже менее романтично. И там уже какой-то танцы, костер, что-то такое. Друзья, кинологи проверили шаболовку. В районе 50 метров нет собак, и можно исполнять следующую песню в программе «Живая струна». Итак, история под названием «Эта женщина» продолжает наш эфир. Я сам не знаю до сих пор. За что мне это правослово? Но я живу теперь, как вон. Украши счастье у другого. Она мне даже не жена, Но перед нею я в ответе Все потому, что мне она Теперь дороже всех на свете. Это женщина, которую люблю я очень Это женщина, которая мне снится ночью Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой Это женщина, которая подобна чуду Это женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой Дождь барабанит за стеклом Дождь барабанит за стеклом Дождь барабанит за стеклом А мне в такую ночь не спится Я был ничейным суровлем Она в чужой руке синицей Она мне даже не жена Но где найти слова и силы Чтобы поверила она И от меня не уходил Это женщина, которую люблю я очень Это женщина, которая мне снится ночью Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой Это женщина, которая подобна чуду Это женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой Это женщина, которую люблю я очень Это женщина, которая мне снится ночью Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой Это женщина, которая подобна чуду Это женщина, которую я помнить буду Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой Дамы и господа, по-прежнему в эфире радио Шансон Сергей Любавин Программа «Живая струна» продолжается Сергей Сергей Да, расскажи нам, пожалуйста, про Ивана Сергеевича Как его дела Сергей Петрович, расскажите про Ивана Сергеевича Бесконечно можно рассказывать Про своих детей Времени так много, но расскажи Да, вы это сами знаете Он уже взрослый человек Сколько ему лет? Двадцать Сколько? Надо вспомнить Двадцать три будет Двадцать три Он хоккеист Мастер Он занимался хоккеем Он играл в достаточно высоком уровне Играл в Атланте в молодежке Играл в Северстале Там начало сезона Но сейчас у него так складывается жизнь Так складывается судьба Что он свою жизнь Так или иначе Все равно связал с этим спортом С хоккеем Но сейчас у него своя школа Он тренером Нет, он не тренером У него своя школа И есть такой сегмент Вот в российском хоккее Вот условно говоря Набирают команду Вот мальчишек По сорок По пятьдесят человек И их просто Как бы вот Знаете Естественный отбор По Дарвину Ты там маленький Иди отсюда Ты там вообще-то Не умеешь кататься Иди отсюда И вот Отбирают уже таких Которые вот совсем готовы А вот эти ребята Они тоже хотят заниматься И сейчас Может быть на дальнем На данном этапе Человек просто он не вырос Он потому что У него там Во второй половине года родился Да, и гормональный у него этот всплеск И он будет там за сто килограмм Сто девяносто Сантиметров Ростом Но сейчас И вот такие дети Они нуждаются именно В индивидуальном занятии Это хоккей Это шайба Это владение Катания Клюшкой И вот я очень рад Что вот уже его ученики Первые Которые уже Будучи аутсайдерами В своих командах Они уже сейчас На первых ролях И уже забивают голы Первые родители Не нарадуются Ему самое главное Это нравится Вот это вот У него несколько катков У него уже Свои тренера Ребята, которые Под его руководством Тренируют Вот этих детей Именно индивидуальное Вот это вот Катание Ты себя узнаешь в нем? Чем-то вы похожи? То есть черты характера Какие-то общие Или есть может быть то, что Отличает вас очень? Не, конечно Любой ребенок Он все равно будет похож На маму На папу Каким-то По характеру Хорошо А внешне на кого он похож? Скажи Да сложно сказать Саша Надо ему позвонить Пусть приедет Ты сама протестируешь Вообще скажешь Ну это я для твоих Молодых поклонниц Которые может быть знают Что ты женат и шансов особо Там у них нет А вот может быть к младшему Есть подход какой-то Не, а ему рано еще Пусть он работает Занимается любимым делом Все успеет Когда папа Когда папа Не занимается любимой музыкой Папа Порой ходит в баню Сергей Аттракцион Конек-горбунок В бане Между прочим Обращаюсь сейчас К слушателям и зрителям Вот вам Вы когда-нибудь Принимали участие? Я нет Конечно Ну расскажи А паренья на сене Да Однозначно Это же мы все и придумали В Сибири у нас Конек-горбунок Это такой огромный чан Из Такого Металла Красивого Куда можно залезть Там шесть человек Там скамеечки В этом чане Находится вода Наверное там Три бочки туда Выливают воды Хорошей Родниковой А под этим чаном Разводится костер Ну как вот в сказке Конек-горбунок Так В эту воду кидают веники Пихтовые Какие-то эвкалиптовые Чтобы был аромат Все И огонь нагревает Естественный огонь Пельмешки можно бросить Наверное Пельмешки И вот сидят эти шеи Люди залазят Как пельмешки Там сидят Естественно Без фанатизма Чтобы не совсем свариться Там Вот Но терпят И вот Ученые доказывают Что эта процедура Очень омолаживающая И часто ли вы являетесь Как бы Участником Конь-горбунка Я часто Я являюсь участником Но я разложу костер Я разложу костер Просто Костровой Сереж У нас Время Моментально просто Пролетело Мы тебя благодарим Время для последней песни Цветок Да Спасибо огромное Радиошансон Прежде всего Я не перестаю удивляться Что из года в год Эта радиостанция Становится Краше и краше Если раз мы уже Заговорили таким языком Уровень аранжировок Уровень авторов Растет Спасибо, Сереж Спасибо Это действительно радует И это не может не радовать Мы продолжаем И неустанно это делом Восхищаемся тобой Искренне желаем тебе удачи Пусть все планы Обязательно воплотятся в жизнь И очень коротко Эту песню ты с Татьяной Булановой исполнял Даже получал премию И Татьяну ты увидел во сне Долго думал Не знал с кем исполнить эту песню Скажи С тех пор снятся ли тебе Какие-то артистки во сне С кем нам ожидать Кому ждать Просто все артистки Слушают сейчас Радиошансон Нет, дело в том Что они мне снятся все Безусловно Это потому что И наша эстрада Она Ну Богата очень Такими красивыми Прекрасными женщинами Ну Вы сами об этом знаете Нечего тут скрывать Вот Но К дуэтным песням Подхожу очень серьезно И прежде всего считаю Что Песня решает За Мужчину За женщину Вот Это как знаете Как роль Помните да Лиозного На роль Штирлица Там кто только не пробовался А вот так вот И так же с дуэтной песней тоже Так же нужно поступать Нужно Это очень серьезно И очень Поэтому у меня не так много дуэтов Вот Ну и сейчас мы эту песню Послушаем в сольном Твое воспоминание Спасибо большое Сергей Любовь Спасибо ребята Спасибо от души Дай Бог здоровья Процветания Всего самого хорошего Храни вас Господь Спасибо Мой дорогой цветок Живешь с собой вдвоем И веришь что любить Пока еще не поздно Тебе всегда тепло Под питерским дождем А я под золотым Московским солнцем Мерзну Не сойдутся Москва с него Нежной девочкой с севера У моей Москвы нет такой И светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Кривы вороново крыла И в час когда шепчу Во имя всех святых Награду нам дано Такое наказание И я схожу с ума От нежных губ твоих От женской красоты Горячего дыхания Не сойдутся Москва с него Нежной девочкой с севера У моей Москвы нет такой И светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Кривы вороново крыла Мой дорогой цветок Живёшь с собой вдвоём И веришь, что любить И веришь, что любить Пока ещё не поздно Тебе всегда тепло Под питерским дождём А я под золотым Московским солнцем Мёрзну Не сойдутся Москва с него Нежной девочкой с севера У моей Москвы нет такой Светлой нежности и тепла А когда развели мосты Осень струны оборвала И у диких твоих коней Кривы вороново крыла Кривы вороново Крыла 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 Немного Субтитры подогнал «Симон»